Колоритные в национальном стиле, так в Ульяновске открыли конференцию, посвященную 170-летию со дня рождения просветителя мордовского народа. Имя педагога и этнографа, автора первого иерзианского букваря вплетено в историю Павловского края. В его честь названы библиотеки в районах области, школы и улицы города. Почетным гостем праздника стал внук Авксентия Филипповича. Сейчас Анатолий Юртов живет в Башкирском селе, бывшей Андреевке, где когда-то трудился на благо народа его дед. Я очень рад, что в Ульяновской области, особенно в Ульяновской области, то, что здесь так почитают его, это гордость для нас, для наших потомков. Анатолий Юртов подчеркнул, важно сохранять культуру и традиции народов России. По таким литмотивам прошли тематические выступления. Сегодня на территории Ульяновской области будут работать ученые и педагоги из Республики Татарстан, Республики Мордовия, Чувашской Республики, Пензенской, Самарской областей, Республики Башкортостан. Очень важно, что сегодня будут выработаны единые подходы по продвижению, популяризации мордовского языка. К слову, сейчас его изучают почти полсотни учеников школы Ульяновской области. Программа занятий не ограничивается основами правил эрзианской орфографии. Педагоги знакомят детей с обычаями, праздниками, поверьями и другими элементами этнической культуры. Много проводим мастер-классов, где мы много вяжем мордовские узоры, вышиваем, шьем костюмы, а также изучаем стихи. Вот недавно мы всем показывали Роштуанькуду. Это обряд, это новогодний обряд, где дети каледовали, ходили из дома в дом и пели на мордовском языке. Труд учителей отметили грамотами и благодарственными письмами. За заслуженные награды преподаватели вышли в национальных костюмах. Особый крой рубахи, обилие ручной вышивки и украшений. В каждой детали чувствуется колорит мордовской культуры. После официальной части народной коллективы исполнили творческие номера. Песни прозвучали на эрзианском языке. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ.